23 декабря 1999 года Гений романтической эпохи, стяжавший при жизни всеевропейскую славу, а по смерти и мировую известность, он единственный из русских художников удостоился восхищенного титула «Великий Карл». Карл Брюлов был принят в Воспитательное училище Академии Художеств в 1809 году. От академического периода сохранилось множество рисунков, эскизы, наброски и несколько завершенных программных полотен. Самая ранняя из них – композиция 1819 года «Нарцисс, смотрящийся в воду». Пейзаж картины воспроизводит уголок парка Строгановской дачи, находившейся близ Петербурга. И хотя фигура нарцисса, любующегося красотой собственного отражения в воде, по иконографии и пропорциям, очевидно списана с Аполлона Бельведерского, окружающий ее тенистый пейзаж рожден непосредственными впечатлениями, наблюдением природы. Созданная через два года и отмеченная золотой медалью первого достоинства картины на библейский сюжет «Явление Аврааму трех ангелов» у дуба Мамврийского, обнаружила, по мнению академических учителей, весьма чистый рисунок и приятную кисть. Как и многим другим, Прюлову было суждено раскрыть свой чрезвычайный дар в стране высоких вдохновений, в Италии. Средство для поездки предоставило организованное в 1820 году Общество поощрения художников. На родину Рафаэля и Микеланджело он отправился в 1822 году вместе с братом Александром, будущим знаменитым архитектором. В первые итальянские годы Прюлов создал картины на жанровые сюжеты, по суждению современника, несомненно подсмотренные в обыденной итальянской жизни. Это знаменитые итальянские жанры. Первый образец такой картины – «Итальянское утро». Это прелестное произведение, до недавнего времени считавшееся исчезнувшим, неожиданно обнаружилось в музее города Киль в Германии. Трепетно относившийся к этому своему новаторскому живописному опыту, автор в письмах ласково называл его «Мое дитя». Через четыре года, в 1827 году, великий Карл исполнил две других части своеобразного триптиха. Итальянский полдень и девушка, собирающая виноград в окрестностях Неаполя. Все три картины решали сходные художественные задачи. В несложных бытовых сюжетах художник сумел воплотить новаторские взгляды на смысл искусства, разрушая старые эстетические каноны, работая с натурой, отыскивая прекрасное в простом и повседневном. Для подавляющего большинства любителей искусства Карл Великий остается прежде всего автором грандиозного полотна «Последний день Помпеи». «Пора начать производить по силам!» – горделиво воскликнул он в одном из писем. Из письма брату в Петербург «Пункт избрал в «Страдо де и Сеполькри» – «Дорога гробниц». Декорацию сию я взял с натуры, не отступая нисколько и не прибавляя. Сочиняя эскизы эскизом, завершить грандиозную эпопею брюллов смог лишь в 1833 году, работая последние месяцы со всепоглощающей неистовостью. Мысль обратиться к сюжету о трагической гибели древнеримского города Помпеи во время извержения вулкана Везувий в 79 году н.э. возникла у брюллова, видимо, сразу после визита на юг Аппенинского полуострова летом 1827 года. Среди сохранившихся эскизов выделяется эскиз 1828 года, центр которого – выразительная фигура языческого жреца овалом плаще, вносящая в композицию ноту романтической конфликтности. Этот замечательный эскиз относится к начальному этапу работы над картиной, когда, описывая эмоциональный подъем, связанный с кристаллизацией замысла, «Великий Карл патетически, но искренне воскликнул! Я задыхался!» Композиция картины сложна и многозначна. Главной целью художника было изобразить трагедию гибнущего народа как проблему всечеловеческую и вневременную. На фоне рушащихся истуканов, огнем и мраком грозящего неба, надвигающегося небытия продолжают жить и гибнут, рвутся к спасению или безвольно покоряются судьбе обитателей города. Люди, в которых космический катаклизм пробудил всю бесконечную гамму эмоционального самопроявления, инстинкт и разум, любовь и героизм, алчность и самоотверженность. На ступенях храма, уносящем из гибнущего города ящик с кистями и красками, художник изобразил себя. И стал последний день Помпеи для русской кисти первый день. Заказчик картины, Анатолий Николаевич Демидов, конный портрет которого исполнил великий Карл, подарил ее императору Николаю Первому. После Помпеи лишь одна историческая картина Брюлова была им окончательно завершена. Это смерть Инессы де Кастро. Она была исполнена в Милане, куда Брюлов приехал для отдыха по приглашению графини Юлии Павловны Самойловой. Обстоятельства написания живописной драмы с сюжетом из португальской древности изложил Михаил Железнов. Брюлов, задетый за живое, публично и насмешливо сделанным ему намеком на бессилие создать что-нибудь в ничтожный период времени, прихладнокровно отвечал, дайте мне холстину, я что-нибудь вам напишу. Инесса де Кастро кажется скрытой пародией. Слишком хрестоматийный тип и кровожадных царедворцев, слишком театральный мизансцена между рыдающей героиней и раздумывающим королем, слишком напоминает декорации антураж кровавого эпизода, избыточен эффект цветных шелков и бархатов в драпировках и одеждах. Создается впечатление, что это почти гротескная картина, расчетливое напоминание о том, что исполнять героические драмы в духе заполонивших выставочные залы того времени мастеровитых, но бесстрастных полотен, занятие не столь уж многотрудное. Многофигурная историческая эпопея нашествия Гензериха на Рим, повествующая о разграблении вечного города толпами вандалов, так и осталась в эскизе, хотя прозорливец Пушкин видел в ней обещание художественного достижения выше Помпеи. Царский заказ на большую картину осада Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1581 году Брюлов с энтузиазмом начал. Однако в течение семи лет, эпизодически возвращаясь к работе над холстом, изрядно продвинув ее, так и не закончил, запальчиво назвав досадой Пскова. Особую группу в наследии Брюлова составляют эскизно-мифологические темы. К их числу относится ранняя картина Персея Андромеда, где сюжет трактуется в духе романтической взволнованности, или поздняя композиция «Смерть Лаукоона» замечательной своей экспрессии. Трудно не увидеть в этой работе намек на трагизм коллизий собственного бытия замечательного живописца. Родной стихией Брюлова был портрет. Уже доитальянские работы в этом жанре сочетают романтическую взволнованность и эмоционально неоднозначную выразительность. Глядя на изображение Петра Андреевича Кикина, основателя общества поощрения художников, и его жены Марии Ардальоновны, трудно согласиться с тем неоспоримым фактом, что они создавались одновременно с явлением Аврааму, трех ангелов и дуба Маврийского. Вряд ли кто-либо из русских художников в романтической эпохе оставил так много, как Брюллов портрета в актерах, в роли или в обыденной жизни. Ранний портрет Александра Николаевича Рамазанова поражает остротой и неординарностью характеристики. Написанный вскоре после приезда в Рим портрет князя Александра Николаевича Львова напоминает загадочные и многогранные по внутренней жизни образы североитальянских мастеров XVI века. Полупарадные, камерные, интимные портреты во множестве созданные великим Карлом давали ему возможность углубиться в духовный мир моделей. Открытие Брюллова начало 1830-х годов портрет-картина. Подлинный шедевр в этом роде живописи знаменитая всадница. Портрет Джованнины и Амацилии Пачини приемных дочерей графини Самойла. Не столько достоверной особенности лиц и действия волновали художника в этом замечательном полотне, сколько некий живописный космос, праздник единения с природой, безыскусность и непосредственность поведения, свойственные детству и юности. Написанный в Италии портрет актрисы Фанни Персиани Токенарди обладает необычной звучностью цвета, редкой для Брюллова тщательностью деталировки. Это костюмированный портрет, портрет в роли. Тип полупарадного портрета использован для изображения Алексея Алексеевича Перовского, известного писателя-романтика Антония Погорельского, и его племянника, поэта Алексея Константиновича Толстого. Они были завершены в Москве в начале 1836 года по возвращении на родину. Уникально умение Брюллова сочетать романтическую ноту, тонкий лиризм и неизменно личностное отношение к модели. Артиста, как вы, кисть нельзя деньгами заплатить, можно лишь упросить его работать с любовью. Так умоляла Брюллова закончить ее портрет с автопортретом художника и девочкой в лодке, начатой в Италии, баронесса Екатерина Николаевна Меллер-Закамельская. Эта картина непривычна по композиции и содержит символический мотив. Изображение ребенка не является портретным и создано на произвол. В петербургский период творчества художник продолжал писать портреты по заказу и по личной инициативе. Изображение Александра Брюлова около 1840 года напоминает официальные портретные программы для Зала Совета Академии Художества. Ярко характеризует новаторский пафос творчества гениального живописца парадные портреты в рост. Самый ранний из них портрет великой княгини Елены Павловны с дочерью Марией, написанной в Риме. Высокое положение модели требовало официальной торжественности изображения. Брюлов сумел, не нарушая законы жанра, привнести в него много реалистических черт. Легкую сгорбленность и женственность фигуры матери, непосредственность, избивчивый шаг ребенка. Все эти детали придают картине необычайную убедительность. Портрет графини Самойловой, удаляющейся с бала с приемной дочерью Амациллия и Пачини, признанный шедевр живописи всеевропейского XIX века. Образ, запечатленный на нем, отличается взрывной энергией, магической привлекательностью и цельностью. Картина имеет иносказательный смысл, обозначенный самим Брюловым. Изображение маскарада жизни. В портрете сестер Шишмаревых отсутствие ярких личностных черт моделей компенсируется интонацией празднично восторженного существования. Полотно наполнено чрезвычайно броскими деталями, со вкусом отобранными и с абсолютным совершенством воплощенными. Волшебны по глубине и насыщенности цветовые пятна в одежде. Чудесное изображение лохматого пса, несущегося по лестнице, темповый модуль для всей картины. А парковый ландшафт на заднем плане справа вполне мог бы соперничать с пейзажными этюдами художников мира искусства. Так перед восхищенным зрителем предстает романтическая феерия яркого и чуть призрачного поэтического бытия. Портреты Самойловой и сестер Шишмаревых считались неоконченными. Портрет светлейшей княгини Елизаветы Павловны Салтыковой был завершен в 1841 году. Он, казалось бы, представляет собой обстановочно-парадное изображение, но для Брюллова регистрация внешнего сходства без решения крупных художественных задач была абсолютно невозможна. Он вносит в портрет смелое декоративное сочетание, элементы экзотики в костюмы убранства, придает образу эмоциональность и романтическую приподнятость. Существует и целая серия портретных этюдов, в которых кисть великого Карла находит блистательные возможности самовыражения. К их числу относятся портретные студии императрицы Александры Федоровны и великих княжон для неосуществленного портрета царской семьи, сделанные в Петергофе в 1837 году. Портрет императрицы с дочерью Марией Николаевной на лошадях в Нижнем парке не окончен. Он, однако, как бы и не требует завершения. Настолько совершенен его живописный строй. Малоизвестная широкой публике в силу редкой выставляемости страница творческой биографии великого Карла его акварели и рисунки. В отличие от многих живописных полотен, зачастую оставшихся незавершенными, студии водяными красками, как правило, предельно закончены и восхищают тонкостью и детальностью проработки. Будь то проникновенно серьезная сепия мать и дитя, замечательная типажами, живым интересом к бытовым мелочам. Выразительные портретные листы, такие, как праздничное и яркое по цвету изображение Ольги Павловны Ферзен на ослике в наряде итальянской простолюдинке. Печально-верический образ Елизаветы Павловны Салтыковой во вдовьем платье на фоне благодатно-солнечного итальянского ландшафта. Или шутливо-жанровая композиция «Сон бабушки и сон внучки», искрящаяся фантазиям, юмором, сюжетной, живописной выдумкой. Создается впечатление, что кропотливой работой в многодельных графических техниках великий Карл предавался душевному отдыху от постоянного тревожного беспокойства, не покидавшего его в процессе работы над большими живописными формами, которые требовали высокого напряжения и полной творческой отдачи. Впрочем, эти проблемы художник, не ведавший предела в реализации жизненного предназначения, сам перед собой и ставил. В числе работ Брюлова конца 1830-1840 годов, пожалуй, лишь некоторые монументальные церковные полотна оказались полностью завершенными. Распятие для лютеранской церкви святых апостолов Петра и Павла отличается трагической силой. Этот образ – порождение высшего вдохновения, вызвавшее благоговейный восторг, подобно тому, как пятью годами ранее в римской мастерской приковывала всеобщее внимание знаменитая Помпея. Чрезвычайные художественные открытия сулило человечеству и участие великого Карла в проектах монументальных росписей московского храма Христа Спасителя, но прежде всего в Исаакиевском соборе, возводившемся в Петербурге архитектором Агюстом Монферраном. Этой работе Брюлов отдал почти пять лет жизни. Замысел гениального живописца был осуществлен другими мастерами, однако же творческие усилия его не пропали даром. Сохранилось значительное количество эскизов и набросков, картонов и этюдов. Один из этюдов проясняет метод работы художника. Внизу холста набросок портрета композитора Михаила Глинки, трансформированный в гипсовый слепок, а затем преобразованный в образ евангелиста. Для Исаакиевского собора художник сочинил композицию грандиозного плафона площадью в тысячу квадратных метров и успел приступить к ее осуществлению в масштабе. Он должен был написать апостолов в простенках барабана купола, для которых сохранились подготовительные картоны, впечатляющие разнообразием характеристик и необычайной пластической мощью. В натуре великий Карл успел осуществить лишь фрагмент плафона с изображением святого Николая Мерликийского и ангелов. Огромное полотно, поражающее смелостью композиционных и ракурсных приемов, почти микеланджеловской живописной силой. Весной 1849 года Карл Павлович Брюлов покинул Россию для поправки здоровья. Он умер в римском предместе Монциана в июне 1852 года. Талант великого живописца огромен. Воздействие на развитие русской школы живописи неоспоримо. Оно ощущалось еще многие годы после кончины художника. Судьба и творчество его долгие десятилетия были предметом переменчивых суждений, ожесточенных споров. Над схваткой всегда пребывала лишь публика с неизменным восхищением и интересом, разглядывающая полотно мастера в многочисленных музейных собраниях. А сам Брюлов и в посмертном историческом бытии хвалу и клевету приемлет равнодушно, оставаясь художником на все времена, живописцем, милостью Божьей, великим Карлом, автором последнего дня Помпеи, национальным гением. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok